Сегодня у нас 3 марта 2020 год. Утро. Подморозило с утра, а днём вчера оттаяло, всё с крыши падало. Даже у нас вон там трубу свернуло у одной печки у нас железной. Вот сколько снега в этом году по самую крышу. Куча такая навалива. Кто такая? Откуда? Я из Осинников. А кого там знаешь? Я там знаю Нину Ивановну и Михаила... Фамилия как её? Ой, фамилия, я её не знаю. Нина Ивановна, она живёт, она недалеко от меня, она в храм ходит, а я в храме работаю. Вот Свято-Троицкий храм. И я искала ваши книги, а книги ваши сожгли. Как так? Вот так вот. А кто сделал это? Максим. А кто это такой? А это этот самый священник. Священники, да, это люди прописанные в аду давным-давно уже, может быть. Вы знаете, это самое, я в храме работаю, и вот я к вам приехала по этому вопросу. Я когда услышала от вас, что это крысы, эти вот церковные, которые агарки собирают, а я одна из них. И вот я стала сомневаться, стала приглядываться. Знаете, у меня чири внутри нарывал, он прорвался, глядя на ваши вот видики. Вот, понимаете, я только научилась вот тыкать эти вот, я смотрю уже несколько лет. И у меня вот так вот всё, тыкаюсь, 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 я нигде правды не могу найти, только у вас нашла. Вот этот чири у меня прорвался наконец. Да так скажите, а как у него в руках оказались книги-то? Они пришли в библиотеку, вот туда, куда вы их, и сказали, что эти книги им вроде как нужны. Ну да. И вот так вот и всё, и я искала, искала. А вы уверены, что они сожгли их? Нет, я не видела, но так сказать. Ну нет, это обманывают они, потом показывают в фотографиях, они стоят у них. Может быть, но я их не нашла. Там всё божественно, в каждой книге три тысячи ссылок на Библию, это сатана даже не сделает. Да что вы, я Михаил Кальманов дал две книги во свете Библии, и ус нет на Слово Божье. Вот я выпросила. Вписан в православие, наверное. Да, я у Нины Ивановны прямо на коленях просила, ну дайте мне хоть какую-то книгу, я же не могу уже жить так. Так, а как вы нашли по этому адресу? Ну через этот вот, ну как, через Ютуб. А как там, где нашли, в каком месте? А я там, ну так сказала, адрес Игнатия Тихоновича Лапкина. И начала листать, вот так вот и нашлось оно там. И я увидела, что вот этот адрес, ну я ничего не знаю, первый раз здесь я, я приехала, знаете, с монастыря. Зайдите сюда, давайте, зайдем. Маленько, надо удобнее будет говорить. Это у нас храм будет. Я думала, может быть я успею на службу, если пустите меня. Что, открыть? Ага, сейчас, ну можно будет. Так, подожди маленько. Так, а с какой целью приехали-то? Вот с какой целью. Во-первых, я у Бога просила долго, чтобы Он мне показал хоть одного человека Божьего. И вот я же ничего не понимаю в интернете. А как это все? Я думаю, что это Бог. Я вас увидела. Я когда первый раз у вас увидела, я не захотела вас слушать. Мне показалось, что это не то. А потом я себя усилила. Я думаю, вот же истина-то говорит дедушка. Я вам низкий поклон. Вы большую работу делаете. Я знаете, какой чири там нарывал? Мне 62 года, 63. Я вот хожу еще. Я во всех грехах перевалялась. Раны, я вся израненная грехами. Я хочу вырваться. И вот я приехала просить молитву. Слезно просить молитву. Потому что камни собираю. У меня уже места негде их ложить. В интернете бы написала? Я не умею. Игнатий Тихонович просила. К одному пойду меня вот. Уже в храме меня начинают преследовать Игнать. Там уже и подсматривают. Ты что попал? Говорят. Я потом поняла, что мне надо потише себя вести. Я очень горячая такая. У меня такой... Я даже, знаете, Игнатий Тихонович. Один раз я работала в молодости этим поваром. Заведущей. И вот работала много. Работала. У меня страсть по работе. И вот слышала, как вы говорите. Я не смотрю, но я все вижу. И я точно так же говорила. Девчонки, я не смотрю, но я все вижу. И думаю, надо же. А Михаила Кальманова когда вы видели? Он в храм приезжал. Ну, зимой это было. Это зимой. Так зима сейчас идет. Не, ну, сейчас март уже. Такой еще только начало зимы был. С Ниной Ивановной они пришли в храм. Но я не подходила. Она его потеряла долго. Так нашла все-таки. Нина Ивановна заболела. Я с ней к ней ночевать ходила. Ну, сейчас это, ну, заболела, знаете, старческая вот. У нее кто-то ходит, что-то ворует. А вы ее фамилию знали когда-то? Ну, не знала я ее фамилию. Даже не слышала? Нет, слышала, но забыла. Вот если я буду называть какие-то фамилии, то остановить мне это. Петрова? Нет. Так. Иванчикова? Нет. Задворного? Нет. Филонова? Нет. Вот Филонова, может быть. Вот Филонова, может быть. Вот Филонова вроде. Я думала, нам и нет Филонова, по-моему. Вот так вот я слышала вроде как. Филонова. Вот это Нина Ивановна. Она одинокая, у нее мужа нет. У нее Сергий умер. Его отец Дмитрий в схему там. У нас все это есть. Михаил заснял. Мы все это имеем. Ну вот, я когда вот Нину Ивановну присматривалась, я же там вот крыса церковная. Я же присматриваюсь к людям. Верующих нет. Куда ни поверни. Все что-то не то. Не могу понять. И вот я вот задержала на Ниной Ивановной глаз мой. Мне так показалось. И я вот к ней один раз пошла, так за ней иду потихоньку. Нина Ивановна. У вас документы есть какие-то с собой? У меня паспорт с собой есть. Давай. Паспорт с собой взяла. И вот пенсионное я взяла с собой. Так, сейчас запишем. Давай-ка мы, наверное, туда зайдем. А потом я ее здесь попытаюсь определить. Давайте сюда зайдем. Вот билет у меня даже назад я купила. Все-все-все. Видите, как мы заходим? Пошел на улицу, потом Баграда, потом храм. Пошел на улицу. Да правильно, это так. И как бы хорошее дело делать. А вот в интернете я вот этот храм не могла найти. Пойдем. Никак. Никак. Я никак не могла найти его. Думаю, на службу попасть бы. Попасть бы. Господи Иисусе. Постесенье Божьей. Помолитесь. Так, сейчас быстро заходи, чтобы дверь заклил. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе. Проходим сюда. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Сейчас я вас выпишу. У нас такой порядок, даже если архиерей приедет, мы записываем. Так. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Кошки у нас там сидят. В подвале сидят кошки. Картошку охраняет у нас. Думаю, с Германии едут. Отовсюду едут. С Америки. А я рядом живу и никак не могу. Нину Ивановну допроситься не могу. Михаила Кальманова, она меня не сводит. Говорит якобы, ну нельзя что ли, как-то вот просила. Говорит, нельзя. Он сам что-то давно не выходит. Не знаю, что с ним там случилось. Он должен вот на днях приехать к Нине Ивановне. Нина Ивановна сильно прилепилась к квартире. На сколько у вас билет взяты? А я пятого поеду. О, пятого. А сегодня третья. А я знаю. А я знаете как. Я же обдумывала, как мне быть. Я же не знала, что я найду вас. Я поэтому поехала, думала монастырь здесь в городе. А меня как повезли, как повезли. Туда куда-то в кисло или как-то называется. Я забыла. А вы красками пользуетесь? Нет. Никак? Нет. Ничего, сережек у вас нету? Нету, нету. У меня даже никак. У меня должен знать, потому что у нас это запретно. Нет, у меня волосы даже не крашеные. Ну ладно. А что с волосами? А седая я такая. Нет, седая, это седая такая. Срежешь волосы? Нет, у меня длинные волосы. Да. Значит так. Я по Библии стараюсь, как вы сказали. Хорошо. Я на это обращаю внимание. Так, если я тебе поверю, я не согрешу этим. Ой. Все это или ты правду говоришь? Вот все, что я сказала, я вам говорю правду, не лукавлю. Дело в том, что я тебя должен в дом везти и оставить ночевать. У нас сейчас, как Андрея Крискова считается канон, ты с нами будешь молиться. Я вчера была. Душа успокоится, все будет по-другому. Вот, 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 вот. Я говорю, ну как же мне умирать-то? У меня столько грехов. Ну сколько ты делаешь? Умирать не надо. Надо работать. Так, Михаила, сможешь найти Кальмаева? Я не знаю, где ты в Новокузнецкий. Нина знает где. Ну вот она все время... И тогда со мной переписывается в mail.ru, а она знает не на где. И тогда на лето ты свободна? Ой, да я же пенсионерка, я могу же с церковной крысой не быть. Ну хорошо, в церкви ты счастливаешь, что тебя потеряют? Ну, работать надо, потому что там работы очень много, там очень много работы. Ну вот я у вас и совет, у меня сомнения начались, вы понимаете. У меня же язык-то длинный. Я вот узнала это все, и все, я не могу удержать, а меня уже начинают, понимаете, за это. Вот я когда, пять лет назад, я книгу вот вашу, Лапкин, ну я тогда не знала, эту фамилию не запоминала, к истинному православию. Я ее когда прочитала, я вот так в обнимку с ней ходила. А прихожу к Роману, с Высокого, к Роману. Прихожу и говорю, отец Роман, посмотрите, какую книгу мне вот кто-то дал, где-то я взяла. А он, а вот так глядя, Лапкин, я говорю, а я не знаю, я говорю, да, Лапкин, не читать. Я ее положила, она ему пять лет пролежала, пять лет пролежала. Он вас отбил сразу? Пять лет, а потом я думаю, что-то мне кажется, охота мне эту книгу еще раз прочитать. И когда я начала читать, и вот у меня тогда говорю, господи, ну где же правда, почему я правду эту не вижу. И вот мне телефон подарили, я там ничего не понимаю. И вот я тыкнула, и Вы, вот он, и слушаю Вас, слушаю, и думаю, вот она, это Вы. И я поняла тогда, что священник, почему мне так сказал. Ольга Александровна, вот они книги здесь и лежат. Это у меня книги, которые выше из печати, 38 томов, смотри. Вот это Кристину Православию. Ну это тебе... Мне, знаете, вот вопросы... У тебя она есть сейчас книга? У меня даже две теперь уже. Даже две уже. Одну хочу кому-нибудь подарить. И вот это такое читали уже? И такую вот у меня я читала. И вот к истинному православию. Но я еще хочу вопросы, вот у Вас добыть книгу. Вопросы где у Вас? Отвечаете Вы вот студентам. Вот эту книжку я бы хотела. А какую? А вот вопросы, там ответы, вопросы, что ли? Это во всех они расположены. И стихи Ваши вот. Это 38 томов. Вам не взять это, не унести. Нет, не унести. Это дорого стоит. Ну ладно. Это очень дорого стоит. И у меня книги-то к концу идут. И теперь по отдельности книги не идут. Только комплектом. Потому что вот это видели, нет? Новый Завет полная толкова. Новый Завет у меня еще есть. Три книги. Только там не раскрашенные эти картинки. Да, да, да. Не раскрашенные. Вот у меня есть. Вы знаете, я Вам расскажу какое чудо. Я эти книги три давно хотела. И искала по библиотекам. И, в общем, я с Богом, в общем, разговаривала. Не знаю, Бог меня слышит. Нет, ну, один раз я случайно пришла к одной женщине. А у нее ремонт идет. И вот так вот диван стоит, а там вот красный уголок. И я гляжу, вот эти три книги лежат. А я так, ну, дойти не могу там ремонт. А я говорю, Лена, а что у тебя там за книги лежат? Она говорит, да это, говорит, Новый Завет. А я говорю, можно мне посмотреть? И она мне как дала, я увидела это Ваши книги. Я говорю, Лена, а как ты, откуда ты их взяла? Говорю, ты мне можешь дать их? Ну, на время. Мне очень не нужны. Она говорит, да забирай, они мне не нужны. А мне кажется, это ты мне дала. Я говорю, Лена, я тебе не могла дать. Я потому что их много лет ищу. У меня их нету. И вот она мне их дала. Вот так эти книги ко мне попали. Но они не мои. Мне их вернуть, наверное, надо. Но она не просит. Я читаю. Вот, начинаю понимать. Начинаю вот эти вот так же писать, чтобы запоминать вот это все так же, как Вы делаете. У меня вся квартира извешенная. Мне говорят, дурочка я вот так вот. И сейчас вот в монастырь-то приехал, там все на меня как ополчились. Я же не знаю, куда ехать. А какой монастырь? Где Барнауле? Кроштадского. А ты где? Кроштадского. Иоанна Кроштадского. Куда-то там кислухи какие-то. А где, в Барнауле? Ну, не в Барнауле, а в кислухи куда-то ехать надо. А, ну да. Вот. И там как ополчились на меня. За что? Ну, я начала спрашивать. Вы знаете, говорю, девочки, вы же здесь живете. Расскажите, где вот мне найти... Вот, как мне поехать? Вот мне Ползунова надо. Или вот этот храм, или... А кто тебе? Ну, и я взяла и сказала, говорю, мне Игнатий Тихонович нужен. И они, да он, еретик, да как поперли. Да ты дура, да ой, всяк разный. Я замолчала, и все, и сама поехала. И вот нашла. Я даже ничего не видел. Люди не еретик, они люди-то не соображают. Да, конечно. Если я еретик, то кто митрополит? А он к нам приезжает, у нас здесь служит. А с еретиком он служит, его запрещать надо. Так приезжает не один со священниками, с секретарями, с семинаристами, с хористами. Игнатий Тихонович, я-то это все понимаю. Я все это пережила. А вы знаете, как Михаил Кальмаев нашел? Когда-то, когда книг-то не было, а я насчитал Златоуста, Жития Святых, Библию на катушке. И одна катушка попала ему в руки. От кого, кажется, который священник-то у них умер-то? Через него. И он... Ну, начала, конца нету. Но когда книги стали выходить, и опять ему попала книга. Он ее считает книгой, сходится с тем, что есть. Он говорит, а на книге-то написано, Игнатий Лапкин. А он начинает разговаривать, сюда звонит. Я хочу встретиться. Я говорю, зачем? И он раза три звонил, я ему отказал. А потом вижу, что он продвигается вперед, тогда разрешил приехать. Он был, принял крещение, у нас полное погружение. Вот я, может быть, не крещеная. Да, если не полное погружение, не было крещение. Я у мамы моей 87. Я у нее спрашиваю, мам, пожалуйста, вспомни, как вот меня маленькую крестили. Вот я была мокрая вся или что-то у меня мокрое? Она говорит, да нет, не мокрая была. Вот так она... Не мокрая, погружение должно быть. Я поняла, что я не крещеная. Может быть... Готовься, 12 июля у нас будет крещение. Вот, я вот поэтому и приехала. Потому что я... Ну, может быть, я не крещеная. А ты можешь что-то делать? Снег кидать? Ну, так а почему не смогу? Я же не инвалидка. Вот ты, видишь, я на тебя глаз положил. Глаз положил. Если у меня Володя поедет, то у нас там нужно пруды, чтобы вода не распёрла. Проделать в снегу траншею. Да не, Игнатьевич. Помогать не надо? Не, не, не. Это мужская работа. Где-то что-то там нужно помочь. Про этот флаг от вас узнал. Кому рассказываю. Все говорят, откуда ты узнала? А я говорю, вот от одного человека узнала. Это божественный флаг. Это божественный, это с неба флаг. Как вы говорите, они... Ну, я говорю, это в Библии так написано. Толкование там. Ну, я говорю, не могу... Это кровь вся родительница. Независимо. Буддеисты, мусульмане. Второе. Всем думать о небе надо синее. И дальше Великий Белый Престор, 21 глава. И в таком порядке не Бог. Да, да, да. Тут никуда не денешь. Это у всех Бог сделал так. Я говорю, вы, говорю, вот ходите только... Вот, ну, вот я же в дежурном храме. Да. Понимаете, что я вижу? И гляжу вас, а потом вижу. У меня вот такая буря. Свечи охраняют. Подойдет там вот... Кстати говоря, недавно у нас там одна женщина ходит. Каждый день 10 свечей ставит. А они плывут, горят. Там сажи. И она вот так вот ставит их и охраняет вот эти вот свечи. А я на нее смотрю. Их руки брать нельзя. Свечи-то поганые. Они не восковые. Ой, я говорю наверно. Господи помню. Он наш воск покупает на пасеке и свои чистые сестры льют. Я знаю. Я знаю. Вы увидите это все. Так, давай тогда закончим сейчас встречу. Я занят сейчас. Я тебя отведу к жене. Надежда Ивановна. Она рядом. Васильевна. Ой, Васильевна. Надежда Васильевна. И там будешь с ней. Так, конечно, ты не знал, что придешь сюда. Если бы договорились, всегда с тобой нужно брать две простыни и наволочку. Потому что нам стирать негде. В таком месте живем. Но тут найдут. Как раз батюшкина жена, матушка здесь. Вы теперь будете трое у меня. Иначе, Иначе, они же хотели сейчас утром. Она хотела утром-то уехать Надежда Васильевна с матушкой. А надо поговорить, узнать надо. Они с Татьяной хотели уехать. А куда они хотели? Ну, она по делам каким-то своим там. А по делам. Ну, надо сейчас зайти и узнаем. Ну, а вечером у нас в 4-6 будет продолжение канона Андрея Критского. Я вчера была вечером. Вот, вы знаете, вот это насчет книг. Они уже тогда не один раз пришел священник и начал просить. А женщины, которым я книги-то передал свои. Это я же подарил. Да. Они его как отбрели. Он, нет, нет, я ничего нету. Значит, они подъехали второй раз. А потом сфотографировали, показали, мои книги стоят у них. Мы сейчас в храме. Игнатий Тихонович, вот сейчас я вижу, вы снимаете, это все выйдет. Они же люди тоже смотрят. И мне будет, наверное, тяжко. Никак. Тогда не надо было ехать заранее, сказать, дружба закончилась наша. Хорошо. Ну, я понимаю это все. Это никак не... У нас все снимается, я хозяин. Нет, нет, я не говорю, что не снимайте. Я просто вас спрашиваю. Ну, вы видели, видели, снимаем наверху. Да, я-то смотрю. Вам не надо прятаться. Наоборот, это хорошо, что видели где-то. Ну и все, тогда я... Так что, благослови. Этого передача будет, мы поставим. Ну, через неделю примерно он мне сделает. Это все у нас открыто. Может мне и уходить надо уже с этого храма. Уходить просто. Ну, побудешь. Не торопись пока ничего. А пока пойдем туда, где ты можешь быть. Пойдем. Все деньги вам не потянуть. Это надо с кем-то вам договариваться. Весь общий комплект сегодня 45 тысяч стоит. Это вот месяц назад цены поменяли. Посмотри. Вот у нас как здесь есть. Это вот мэр города. Баварин погиб. Что он мне передает? Подожди, Володя, поближе. Вот этот дом. А вот мы даже поцеловались. Вот он стоит. Десять лучших мэров России входил. Погиб. Погиб? Погиб. На автокатастрофе. Автокатастрофа была. Вот мы сфотографировали. Снег шел, падает. А вот у нас церковная дисциплина. Зашел, человек считает и знает. Нельзя ни покупать, ни продавать. У нас этого нет. И лей натуральный. Не возили надо. Женщинам не входить. Свечи только чисто восковые. Без малейшей примеси. Где-то написано. Книга Левит 10.10. Исход. Апостольское правило 72. Иезекииля 22.36. Новая скрижаль 43. Симон Солунского. Глава такая. Все объяснено. Нигде ни в одном храме мира нет то, что у нас есть. А почему? Вот смотри, к нам в храм заходить. Ну, давай маленько заглянем. Я сказал им, Господь, сила ваша сидеть спокойно. А они думали, когда на помощь Египта будет тщетно. Вот так. Во храме его все возвещает о его славе. У нас везде Слово Божие. Пойдем-ка сюда. А это вот история нашей крестовозвиженской мовщины. Это я в Америке был с митрополитом Виталием. Это у нас столько было глухонемых. Сейчас только одна осталась. Кто умер, кто ушел. Вот. Видишь как? Это я веду занятия в университетах разных. Занятия. Видишь? Я вас давно уже смотрю. Вот это. Видите? Вот крещение как идет. Вот сколько людей в белой воде. Вот они сходят. Вот батюшка в воде стоит. Видишь? По грудь. Люди ступают по ступеням. Вот тут фотографируют. А вот крещение приняли. Крещение идет. Хоругви где. А у них ничего нет. У них все еретики. А сами они Бога не знают. Я про них ничего не могу сказать. Я их не знаю. Я знаю только, что если не так делают, они слушают не Богу. Я про них никого не знаю. Не могу. Если скажут проверить книгу или что-то, я читаю ее. Делаю пометки и потом сообщаю. А как, не считал ее делать вывод-то? А они же грешат. Ну все, выходим. Еще не забыли? Нет. Надо занести наверно. Вот сюда поставлю. Я вообще не смогу посмотреть. Вот это место. Когда я нажму, если я перестал, она будет первая. Таким образом я здесь. Таким образом вы видите. А это конечно. На это нужно рассчитать или нужно? Вот этот центральный район. Было такое место, и он далеко по Санкт-Петербурге. И приехали из города на навигацию. И маме писали большая статья была. Латковский посел храм недвижимости. Вот это у нас тут храм. А здесь... А как бы определить по крышам? Я все смотрела. По крышам не определить. А вас надо поднимать сверху, смотреть. Я смотрела, смотрела. Вот домик. А вот копюшка дадите мне. У нас не так все. 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 Смог бы закончился. И все в шур домой. А потом прошли уже мирские. Как бы с этими, с пучками свечей. Идут и идут. А три этажа мыть. Вот это беда и беда. И люди идут, и свечки караулят. И вот это люди все обмануты. Я это понимаю. Ну я конечно не воин, как я сама. Видите, у нас написано так. Идет ведиазательный. Видите? Да, веди. У нас везде все это наши состоят. Вижу, я вижу это все. Еще не тайны. Так, заходим. Вон они, там у нас. Идем. Я же дождясь заходим. Так, и кольцо. Ничего не надо. Возьмите. 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 По городу мне нужно поехать. Так, мы днем-то сегодня не едим. Четыре дня. Так, будешь повешать или потерпеть? Нет, я приветствую. Так, один из вариантов. Здесь все закроешь. Как обычно. Я своим делом занимаюсь. Я никуда не отхожу. Ой, слава тебе, господи. Ольга звать. Ольга Александровна. Оля меня зовут. Почему? Я Нину Ивану. Да, 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 правильно. Память какая-то хорошая. Это сам Нину Ивану я знаю. Я с ней общаюсь. Милой Иван у нас стоит. Батюшкина помощница. Ну, хорошо. Ну, слава Богу. Мне 62 годы. Я не знаю. Год 63 годы. Видишь, как у нас где написано? Блаженны, кому отпущены беззаконящие грехи прощенные. Откуда? Из Библии. Где это написано? Псалом 31, первый стих. У нас куда ни глянешь, везде надпись есть еще написание. Вон, хороший Псалом. Видишь, как? По милости Господа мы не исчезли. Вот ты себе это и говори. Ибо милосердие его не истощилось. А оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Плащ Еремии. Надо Библию считать каждый день. Это слово Бога Живого, которое Он дал нам. Ну, все. Остальное понятно. Проходите сюда. Разувайтесь. Так, помочь мне надо. Нет. Разуваться не надо. Мы сейчас поедем. Мы готовимся. Сидите здесь. Я ухожу, молодец. Да-да, все. Пойдем. Посидите. Так, все. Я передал из рук в руки. Хорошо. Мы договоримся, если подойдет. Она может в этом будет у нас и хрещение принимать. Пошли. Володя, куда едем? Володя, Дебунову не могу дозвониться. Ты позвони. Таня отказала сейчас приехать. Ладно. Надо задолбить будет здесь. Угу. Прямо я сейчас не упал. Вот этот лед. Так. Куда он выливает это? Сейчас я быстро. Все, тогда заходи. Угу. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе.